Время новостей 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 Осваивает профессии столяроплотника, станочника-распиловщика, слесаря-сантехника. Отстраняешься от всех заморочек местных. Все, время летит незаметно. Ну, интересно самому это понять. Работа не только отвлекает, но и обеспечивает доход. Изделия из дерева, которые делают заключенные начальства седьмой колонии, отправляет на выставки в специализированные магазины. Поступления от показов и продаж уходят, например, на покрытие исков потерпевших. Рабочие руки осужденных используются также на кухне в швейном цеху. Всего в седьмой архангельской колонии можно освоить свыше десятка профессий. Проевой мониторинг, пытаемся обновлять перечень профессий, вводить новые, развивать старые. То есть дополнительно какие-то вводим программы, новые темы, постоянно модернизируем оборудование. Получая рабочие специальности, эти люди после освобождения имеют больше шансов найти работу или обеспечить себе самозанятость. Ведь именно возможность трудоустроиться судимостью толкает бывших преступников на новые подвиги. Из опыта, да, где-то человек, наверное, 10 работают с сантехниками уже. Потому что сейчас профессия монтажный санитарно-технический систем, она очень такая, потому что это сейчас новое здание строится, это монтаж, это все полностью делается, все батареи делается, проводится, все трубы проводят, все. Одно из новых предложений на рынке труда в седьмой колонии – занятие овощеводством. Администрация учреждения уверена, желающих поработать с землей, да на свежем воздухе будет немало. И к новостям спорта. Сегодня в Архангельске завершились состязания на Кубок области по рукопашному бою. В списке участников 37 спортсменов, подавляющее большинство – люди в погонах, представляющие МВД, Росгвардию, УФСИН и другие структуры. Победители определялись в девяти воссовых категориях. Одним из триумфаторов турнира стал сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний Артем Громницкий. Одновременно с борьбой за Кубок чемпионата области проходил и чемпионат региональной организации «Динамо». И дальше все получится. Либо задержишь борьбу, либо рукой добавишь. Хотел на ручки поработать, но получилось, что задушил противники. Одновременно с борьбой за Кубок области проходил и чемпионат региональной организации «Динамо». В командном зачете лучшими стали представители УФСИН. Это все новости к этому часу. Итог дня подведем в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин